Я в чем-то согласен с вами, когда мы шли по дороге, вы сказали, что шинник, по вашему мнению, достоин по игре лучшего. С этим можно согласиться, можно не согласиться, но тем не менее, начинать игру с 0.1 очень тяжело, это спутало все карты, хотя мы предупреждали ребят, что Тон по всем отчетам, по всем просмотрам очень активно начинает, но вот такой подарок в виде пенальти, конечно, сломал нашу игру, долго мы ее искали, восстанавливали, в конечном итоге это удалось, наверное, только во втором тайме, но нереализованные моменты, все это, все это, не реализовали этот потенциал, который появился во втором тайме, не реализовали в гол, а в очередной раз со стандарта, который неплохо в этом сезоне получается у Томска пропустили. Отсюда такой результат. Вопрос? Пожалуйста. Долгое время ваша команда владела инициативой, в принципе, минутная до 75, за счет чего вы должны перестроить игру и взять инициативу, переходить? Ну, наверное, чуть бережнее стали относиться к мячу, но дело в том, что владение мячом, контроль мяча, это даже инициатива. Инициатива. Инициатива – это когда соперник предлагает такую манеру игры, которая ему выгодна. Томск, имея счет 1-0, имея возможность проводить быстрые атаки, что они неплохо умеют, организовал низкую оборону, которую надо было взломать. Два или три момента были. Не получилось взломать, не получилось создавать большего количества моментов. Поэтому это владение мячом нам, кроме вашего замечания по этому поводу, нам ничего не дали. Еще вопрос. Пожалуйста. А что не хватило в завершающем? Вы были же моменты? Исполнения. Мастерства. Мастерства хладнокровной реализации. Когда Шеймарданов будет играть в более оптимальном состоянии между Низамундиновой и других Шеймардановой? Шеймарданов до конца сезона уже играть не будет. Он готовится к операции на паховых кольцах, которые мы как могли откладывали, но у нас не получилось. Низамундинов будет готовиться, наверное, к следующему матчу. Посмотрим, сейчас приедем, какое его состояние. Он несколько дней уже тренируется с командой в общей группе. Посмотрим. Да, не хватает этих футболистов, но у нас есть обойма футболистов, и они должны доказывать свое право играть в составе. В прошлый сезон у Вашей команды были проблемы финансовые с заявкой, играли в другом городе. Как обстоит в этом дело, и как вообще руководство региона в городе настроили? Про финансовую ситуацию говорить не буду. Скажу, что она в плане зарплаты нормальная. Нормально, практически нет вопросов по зарплате, по вопросам мотивации, но мы уже к этой ситуации привыкли. То, что у нас отложенная мотивация в плане премиальных, не считаю это страшным, чем-то очень мешающим. Здесь мы просто должны сами перестроиться. Что касается, мы вернулись на свой стадион. Проблемы с заявками как были, так и остаются. Мы уже первого, по-моему, августа снова закрыли трансферное окно. Но надо уметь выживать в таких условиях, еще и показывать результат. В предыдущие годы у нас это получалось. Очень надеюсь, что получится и в этом году. Есть сложности, но мы их решим и преодолевать. Игра удалась и нам, и Шиннику. По футбольному, наверное, хорошая игра. С моментами неплохой контроль мяча был. В первом тайме у нас и переходы хорошие были за ворону в атаку. Реализация подвела, правда, пару моментов тоже пропустили. Хотя ребят предупреждали, что у Шинника очень быстрый переход за ворону в атаку. Тем не менее, все-таки два таких момента в бойнах пропустили. Второй тайм настораживает. И первая игра, когда подсаживаемся, начинаем пятиться к штрафной, инициативу теряем. Переходы за ворону в атаку не получаются. И первый пас с браком. Предложения плохие, контроль мяча потеряли, поэтому давили у нас прилично. Затянулись заменами. Думали, размышляли, как центральную ось перестроить. У Шалаева три желтые карточки. Весь вид, поэтому оставлять его, а посадишь. Вдруг получит. Уставший. Все-таки решили. Более подвижным Шалая опустить к центральным защитникам. И выдвинули Макурина свежего. Освежить можно было первую линию, потому что никак у нас не получалось зацепиться в первой линии за мяч. В общем-то, замены сыграли. Мяч отодвинули в чужом ворот. Ну и в концовке еще забили стандарт. Так, думаю, все-таки. Все по игре. Хотя у Шинника очень приличные острые моменты были у наших ворот. Где-то везение, где-то самоотверженность. Ребята, все сработало. Вот так как бы идем от тура к туру. Вопросы? Пожалуйста. Сегодня, как вы сказали, хорошо сработали замены. Сегодня понравился выход Ассасина, Дмитрия Макулина. Сегодня перехватили инициативу с их выходом. Не планируете в связи с этим побольше времени им давать в следующих оставшихся матчах? Да, мы-то планируем побольше давать. И стабильности не хватает, надежности. Они отыграют туру, игру полтора тайма, и потом перезарядку надо делать им. Гвиницкий отыграл полтора игры. Краснодар, Хабаровск. Никак не можем дождаться. Эмоций много. Молодые парни тратят. Стабильности не хватает. Конечно, ставили бы и побольше времени давали бы. И там Кутряшова, и Сасин. Вот Сасин чуть-чуть посвежел в движениях, на тренировке. Хотели с авангардом его уже выпускать, но там просто замену делали в силу необходимости. Потому что сначала травмы, затем схему перестраивали. В общем, там не до свежения атаки было. Очко и с авангарда ввести, и с Курска тоже неплохо. А так планируем каждый тур освежать. Молодых стоять, но пока у нас ничего не получается. Сегодня обследование сделали, в общем-то. У Саси, но Кутряшова неплохое состояние было. Хотя я так не застряю на этом, на обследовании. Но все-таки динамику смотрю, в каком они состоянии. Аптура идут, как себя чувствуют. Поэтому нет-нет, а во внимание принимаешь это состояние. Будут больше играть. Еще мы поднаберем очков. И будут больше играть.